Добрый день, дорогие друзья. Допустим, вы из Кургана. Хотя почему допустим? Наверняка кто-то из моих 240 тысяч подписчиков живет именно в Кургане. Курганская область лидирует в стране по росту онкологических заболеваний. Причина – добыча урана. Радиация – мерзкая штука, особенно когда она каждый день. От нее нельзя уберечься на индивидуальном уровне. Только уехать. Или менять саму систему. Мы сейчас говорим не про политическую систему, а про систему охраны труда, про контроль с добычей, про соблюдение экологических норм. Ну, или вот совсем недавно в мае Курган задыхался от запаха прорвавшейся канализации. Почти 400 километров канализационных сетей имеют стопроцентный износ. Сегодня рванул в одном месте, завтра рванет в другом. Их надо полностью менять. Ведь износ канализации – это не только ужасный запах. Хотя и в запахе таком жить невозможно. Чиновники разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать. Мол, денег нет. Так что дышите чем есть. Может, это и правда, и денег нет. Но только вот те чиновники, которые говорят, они врут, воруют и фальсифицируют. В том числе, к слову, и выборы. И вы им поверите? Я бы не стал. Какой выход? Ну, можно терпеть, можно уехать. Можно попытаться что-то изменить. Думаю, терпеть уже достало всех. Уехать? Куда? Вот вы решите перебраться из Кургана в Свердловскую область. Ну, все-таки Екатеринбург – третий город страны. Что вы встретите там? У меня точно есть тысячи зрителей из Екатеринбурга и Свердловской области. Они не дадут соврать. Так вот, в Свердловской области вы столкнетесь с кучей проблем. Идет сокращение числа медучреждений. При колоссальном сокращении числа сотрудников младшего медперсонала. Есть перебои в программе с фельдшерскими пунктами, призванными прийти на замену ликвидированным больницам. Хорошо, страна в 21 веке, место больницы, фельдшерские пункты. Но это отдельная тема. Рост заболеваемости и смертности по ряду болезней можете посмотреть сами. А еще Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России. Здорово, да? Как будто не уезжали из Кургана. Снова тот же выбор – терпеть. Но если вы уже не стали терпеть дома, то на новом месте вы ведь точно не станете. Ехать дальше – хорошо. Ну, вот представьте, вы продали все, накопили и рванули в Москву. Москва – дорогой город. Вряд ли вы вот так вот из Кургана на Садовое кольцо переберетесь. Вы же не чиновник какой-нибудь московской мэрии или там Кремля. Поэтому скорее Московская область. Приехали, расположились. Хорошо здесь. Точно добычи урана нет. Что это за запах? Это знаменитые подмосковные свалки и мусоросжигательные заводы. Здесь чиновникам тоже не хочется заботиться о людям. А хочется немного или много заработать. А как они зарабатывают? Так, как обычно, на гражданах, на их здоровье, на их жизни. А еще вы выясните, что Подмосковье застроено так, как Гонконг или Шанхай. Но не в смысле, что дома такие же красивые и хорошие, а в смысле, что впритык к друг другу. А школ и детских садов, да и поликлиник нет. И такие проблемы по всей стране, в том же Краснодаре. Тоже не хватает школ, тоже не хватает детских садов. Дети учатся в 3-4 смены. А в Комсомольской на Амуре улицы выглядят ну вот так. Пыль, грязь, песок и мусор на тротуарах и дорогах. А вот там же выбросы от уже нефтеперерабатывающего завода. Это связано с постоянным запахом с нефтезавода, особенно тогда, когда ветер в нашу сторону. А в Тюмени 38 лет течет ржавая вода из-под крана. Это в 21 веке. В столице области, которая добывает каждый год нефти на десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов. И так можно говорить про любой город, про любую область или республику страны. Слушайте, да вы все это знаете лучше меня. Но если терпеть уже нет мочи, а убежать от проблем не получается, тогда что делать? Большинство перечисленных мной проблем решаются на вполне себе местном уровне. Не обязательно стать президентом страны, чтобы решить проблему мусорного полигона. Не нужно быть губернатором, чтобы разобраться с ржавой водой из-под крана. 90% всех проблем, с которыми сталкивается обычный человек, должны разрешаться на местном уровне. И вот если терпеть невозможно, обижать не хочется, да и некуда, то надо брать эту власть себе. Что останавливает обычного человека от того, чтобы стать депутатом? Не депутатом какой-то там Госдумы, а своим местным депутатам. Вот что конкретно вас останавливает? Думаю, не ошибусь, если скажу, что вы просто не знаете, с чего начать, за что взяться. Да и в успехе не уверены. Это нормально. Обычные человеческие мысли и сомнения, они знакомы всем. На самом деле победить на муниципальном уровне возможно без связей, без миллионных сбережений и без именитых политтехнологов. Мы для того, чтобы помочь, запустили проект «Объединенные демократы». Этот проект поможет независимым кандидатам добиться успеха на выборах в местные органы власти. Вас пугают непонятные требования? Необходимость заполнять кучу бумаг? Вот «Объединенные демократы» как раз для этого. Они помогут вам дистанционно подготовить полный пакет документов. Как это работает? Ну, очень просто. Вы заполняете необходимые данные, а команда профессиональных электоральных юристов из «Объединенных демократов» готовит пакет документов и высылает его вам. Люди с опытом дают вам подробную инструкцию по взаимодействию с избирательной комиссией и прикрепляют ее в ваш личный кабинет. При необходимости они вас могут и проконсультировать. Вы переживаете, что факт такой помощи станет известен, и власть начнет вам специально гадить? Да, так может быть. Но именно поэтому мы не публикуем участников нашего проекта без их желания. Наша цель – вернуть политику в Россию. Для этого людям нужны настоящие выборы с настоящими кандидатами. Выборы с людьми, которые действительно хотят сделать свой район, город, область лучше для себя, лучше для своих детей. И мы верим, что среди 145 миллионов граждан России есть достойные люди, готовые работать на благо общества, а не набивать карманы. Вы не верите, что в нынешней России участие в выборах имеет смысл? Есть опыт. Опыт муниципальных выборов в Москве. И он говорит об обратном. Когда нас много и когда мы вместе, власть отступает. Присоединяйтесь к проекту «Объединенные демократы». Вместе вы сможете победить. Всего вам хорошего, друзья. И удачи на выборах. Присоединяйтесь к проекту «Объединенные демократы».